Там, где остальных жителей обычный выход к лифтам, для Святослава трудно преодолимое препятствие. Я могу на тормоз поставить, толкнуть, идут двери, и при этом не надо еще успеть чуть-чуть проскочить, но это практически нереально. Все дело в обыкновенном пороге, который есть у каждой двери. При этом по документам проблемы этой нет. По уму плавный съезд должен быть. Причем управляющая компания в начале этого года ответила в жилой инспекции, что они все плавные съезды сделали тут мне. Следующее препятствие уже на выходе с площадки с лифтами. Здесь некое подобие съездов есть. Сделаны они из частей пластикового лежачего полицейского. За счет того, что есть хотя бы вот эти, да, уголки такие, уже можно. Несмотря, конечно, на то, что они отваливаются и постоянно, то есть если я и тут один, то тут уже сложнее. Так, если кто-то мне раз, то поправили. Конечно, на самом деле, вот один вообще не закреплен. Десять лет назад, после автомобильной аварии, жизнь Святослава круто изменилась. Теперь он может передвигаться только в инвалидном кресле. Следующую преграду уже не преодолеть без посторонней помощи. Несмотря на то, что в подъезде есть некое подобие съезда, для инвалида-колясочника оно не подходит. Я вообще спускаюсь, прошу соседей или с кем-то из своих родственников, если иду, да, то есть только так. Упорству Святославу можно только позавидовать, принимая во внимание, что это приходится проделывать ежедневно. Он ведет активный образ жизни, преподает математику, посещает спортзал, общается с друзьями. Проблему с лестницей мог бы решить подъемник. Видите, какой большой просторный хол, да? Тут можно два варианта действительно. Либо здесь есть такой, под наклоном идет подъемник, да? И либо здесь, да, то есть тут вполне позволяет место, да? Срезается часть перила, и он вертикально поднимается. В этом доме Святослав Чесенко живет с 2015 года. И все это время безуспешно пытается обратить внимание чиновников на свои проблемы. Пишет письма, встречается с ответственными лицами. Но бюрократия оказывается еще более непреодолимым препятствием. Ни от управляющей компании, да, ни от администрации Ленинского района, да, ни Булатниковского там поселения никаких действий нету в этом направлении. Только просто идет одна переписка от одной организации другой, и все. К счастью, Святослава окружают неравнодушные люди, родственники, соседи, друзья. С парковкой в этом районе сложно, а Святослав активный автолюбитель. Место под его машину оборудовали всем миром. Вопрос за два дня решился. Нарисовали красиво вот Николай, вот у нас житель, причем даже не моего дома, то есть просто с нашего района. И много людей отозвались в этом плане. Около тысячи рублей стоит столбик, да. Ну и плюс еще, ну там, оборудование, да, что тут у Николая было, как раз он помог, все сделал. Конечно, я каждый день вспоминаю, то есть вот реально помощь, помощь людей. Выход из дома для Святослава – серьезное испытание, но на этом сложности в его жизни не заканчиваются. Звонил в Булатниковское поселение, да, администрацию. Говорю, я хочу вам приехать, вот, ну, о своей ситуации рассказать. Они говорят, ну, к сожалению, у нас тоже нет подъемника и пандуса, то есть вы к нам не сможете попасть. Давайте вы лучше нам письмо напишите, да. Приезжаю, видно, там в пенсионный фонд, там не могу запарковаться. Нет парковки специально выделенной для людей с инвалидностью. То есть потом на почте, да, то есть там тоже зайти не могу туда, да, попасть. В большинстве случаев помогают люди добраться до нужного кабинета или получить корреспонденцию на почте. С 2011 года в Российской Федерации работает программа «Доступная среда», но для инвалидов, как показывает практика, она часто недоступна. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ. С внутренний этилет complete. Продолжение следует...